дорогие друзья всем привет всех приветствую из канады добро пожаловать ко мне на канал сегодня мы с вами пойдем магазин Tommy Hilfiger незаслуженно забытый нами не то что забытый но я как-то мало на него обращаю внимание не самая одежда которая мне больше всего нравится в принципе их много в канаде их много в америке их много по всему миру когда-то очень давно но не очень давно а годах восьмидесятых девяностых он просто прогремел Tommy Hilfiger прогремел и стал одним из самых популярных известных магазинов в мире который вот просто взлетел и просто вот покорил все всех все страны и континенты с тех пор слава его немножко утихла но тем не менее он продолжает как бы существовать функционировать магазинов много продаются вещи довольно хорошо вещи очень дорогие но сегодня мы войдем в outlet насколько я знаю outlet для outlet они шьют отдельную коллекцию попроще подешевле материалы и в общем-то как бы тоже не недаром как бы продают но немножко дешевле чем Tommy Hilfiger оригинальный магазин который продает свои вещи вот намного дороже вот он магазин Tommy Hilfiger и написано на нем что сейчас скидка на все платья женские 30-50 процентов а на мужские пола 30-60 процентов это очень интересно пойдемте посмотрим кстати хочу сказать что один раз я там снимала в начале со своей темной карьеры и меня поперли с него но не поперли а снимать не разрешили поэтому я не знаю как будет как получится это было не в этом раздражение это была другая локация но тем не мило и 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Ну, вот такой вот симпатичненькая очень платьица, в талию такой, знаете, куклы Барби. Но очень-очень приятная, очень приятная расцветка. Третий, вот цена 130 долларов, четвертый размер, написано просто сейл, не написано сколько. Но если 60%, то это порядка, ну, стоит 40 с чем-то получается. А здесь еще такой отворот у него, приятный. Рукавчик, фонарик. А, и здесь, кстати, написано Tommy Hilfiger. То есть, если кто-то приглядится, то поймет, что это не просто платье, а очень-очень фирменное, трендовое, брендовое Tommy Hilfiger платье. Ну, да, ничего симпатичное, конечно. Ну, за почти 50 долларов, самое дешевое, а может и больше, не знаю, сколько на него сейл. Я бы как близко. Симпатичное платье, вы бы не поверите, это размер extra-extra small. Не extra small, а extra-extra small. 2 HHS. Оно, единственное, что, конечно, с размерами я совсем растерялась. Оно на подкладке, и подкладка мне чуть-чуть маловато. То есть, наверное, extra small или small было бы тоже хорошо. Но я просто посмотрела, она висела на витрине, на вешалке, такой ширины, что я посмотрела, что это extra small, но оно такое широкое. Но оно реально, вот если развязать пояс, так оно прямо, прямо реально широкое, понимаете? Вот. Вот так. Поэтому я, собственно, его принесла, потому что я подумала, что я возьму размер больше, но я прямо в нем утону. Вот. Но это как бы мне везде, оно мне здесь нормально, и везде нормально. То есть, прям такие, знаете, чудеса в решете. Вот где надо, куда надо ходить, чтобы не расстраиваться по поводу своего веса. Если вы можете на себя надеть extra-extra small, то ваша ситуация еще не так плохая. Это я про себя. Симпатичное платье, но оно тоже не дешевое. Оно все сделано из полиэстера, и вверх, и подкладка. Подкладка белая такая вот где-то вот до сих пор. Стоит тоже долларов 130, я сейчас посмотрю. Но все-все полиэстер. Но симпатичненькое, аккуратненькое, хорошенькое вот на работу, в офис ходить. Ну, это, знаете, это вещи не ультрамодные, не трендовые, ничего. Это вещи, которые вы будете носить сейчас, и еще лет пять они как бы будут не выглядеть не модными, не устаревшими, потому что они, в принципе, не модные уже сейчас. Под не модные, я имею в виду, не трендовые. Это такой классический стиль, который, в принципе, всегда, ему есть место быть для людей, которые не очень следят за модой, и которые абсолютно как бы не стараются прямо быть в тренде, в тренде, а просто хотят красиво, симпатичный выбор. На самом деле, все вещи в Томми, вот, во всяком случае, в Аутлите, но я думаю, что и в самом магазине Томми, они совершенно классические. Вот это платье, вещи, которые я принесла, вот вы посмотрите. Ну, это вещи, которые на века... Девочки, я вас обманула, это не экстра-экстра смол, это просто экстра-смол. Что-то мне показалось, что тут 2 икса. Ну, в общем, 129 долларов оно стоит. По-моему, оно еще даже не на распродаже, мне кажется. Что я хочу сказать, у них довольно хорошее качество. Вот, посмотрите, все швы, все очень, очень сделано аккуратно. Вот здесь вот сверху пришита еще вот такая вот, как бы, тесьма. Их, как бы, фирменный знак. Внизу подкладка, вот, на брительках, которые регулируются. Это очень удобно. Хорошее качество у них, я ничего не могу сказать. И это платье, и вот это вот очень хорошо все сделано, аккуратно. Никаких нету. Никаких нету претензий у меня, во всяком случае, у меня. Еще одно очень базовое, очень простое, но симпатичное платье. Это размер смол. Просто вот такой вот еле видная голубая полоска. Тоже карманы, пояс. В принципе, ему нужно и без пояса носить. Небольшой воротничок. Здесь вырез. Вот этот значок хилфигера. Здесь оно вот так вот вырезано, как платье-рубашка. В принципе, оно и есть платье-рубашка. Единственное, что оно не без пуговицы, а такое рубашка, как рубашка. Вискоза наиприятнейшая ткань. Вы даже себе не представляете, какая она мягкая и приятная вот на ощупь и к телу. То есть вот на лето такое платье, конечно, опять же, может быть, оно не самое что ни на есть модно-трендовое, но если вам нужно не кого-то убивать своими трендами, а просто летом куда-то ходить, чтобы мыло, не жарко, удобно и приятно, вот это самое то. В принципе, его можно носить без пояса. Давайте я сейчас развяжу, покажу вам его. Мне даже без пояса, если честно, больше нравится. Пояс я завязала, потому что он есть. А без пояса оно, ну, так немножко как ночнуха такое, знаете, но в этом есть какая-то прелесть. Такого, знаете, очень легкого и без претензий такого платьяца. Видите, оно как сделано? Оно здесь сделано, вот такая вот складка. В принципе, мне нужно было бы и мидиум, и смол, знаете, что оно мне чуть-чуть, все вещи маловато в груди. Вот здесь так нормально, а в груди чуть-чуть маловато. Так что, если бы я взяла на размер больше, то тоже было бы хорошо. Я просто как-то, честно говоря, увидевший вот это, вот экстра смол, и увидевший его размер, я подумала, что мне надо, наверное, брать смол, потому что я перевозила, остальное у меня утону. Ну, в общем, такое, непритязательное платьице, но очень приятное, очень нежное, тонкое-тонкое, нежная ткань, бесподобная, очень симпатичная. Стоит оно 120 долларов, сколько на него распродаж, совершенно непонятно. По-моему, там было написано 50% на вешалке, где они висели, то есть оно будет стоить 60 долларов, что, конечно, дороговато, девочки, дороговато для такого платьица. Но, видите, вот они так все делают, у них вот здесь вот обязательно пришит вот эта полоска их. Вот это вышивка, этот значок, он вышивка, то есть не приклеено, ничего. Потом, вот обратите внимание на кармане, как бы зашито, сделаны два таких шва, внизу красный, сверху синий. То есть это как бы их цвета тоже, вот они обязательно их куда-то вставляют, и это такие приятные мелочи, говорящие о том, что они обращают внимание на детали. Хорошо сделаны, в общем-то, хорошая ткань такая, прямо вот, если бы вы могли ее почувствовать, бы вы поняли, почему я так восхищаюсь, таким вот простым непредвязательным платьицем. Еще одно платье джинсера, немножко слишком коротковатое, и оно, знаете, короткое и широкое. Вот это не очень хорошее сочетание для взрослой дамы, когда оно слишком короткое и слишком широкое. То есть вот парашют, и у него такой прямо сильный такой парашют, и длина такая немножко коротковатая. Я бы хотела, чтобы оно было длиннее, поэтому оно как-то выглядит немножко по-детски. Ну вот тоже вот этот вот такой большой значок. Карманчики, джинсы, это, кстати, хлопок и пескоза, по-моему. Это не чистый хлопок, потому что он, знаете, такой джинса, но она такая тонкая, нежная. То есть это, в принципе, платье-то не совсем как бы выглядит летнее, но оно довольно тонкое. То есть вот рука длинная, но, в принципе, оно выглядит как такая уже осень-зима, но оно очень тоненькое, прямо очень тоненькое. Карманов у него нету в этом платье на сей раз. Ну вот, такие вот, такой вот парашютик. Здесь, видите, это не вышивка, а прямо целая вот такая вот пришита эмблема из ткани. Апликация, забыла слово. И это размер смол. Смол. Ну вот такой вот, видите, тоненькое, тоненькое, тоненькое. Так, это прямо классическое сочетание Tommy Hilfiger. Вот эти вот их топы. Есть свитера, есть жилеты такие вот, связанные косичками, всяких разных цветов. Такие не оверсайз, очень классические, очень такие, знаете, тоже на веки вечные, тоже вот с их значком здесь. Это размер медиум. И юбка вот такая, флассированная, очень длинная, прям длинная-предлинная. Даже не удивляюсь, все вещи остальные, мне так были нормально, вот длиннее. А юбка, может она имеется в виду, такая должна быть. Юбка синтетика под кладкой, сама юбка синтетика, а топик стопроцентных лобок. Ну вот такой вот классический лук американской женщины. Вернее, вверх классический для американской женщины, а юбки такие они редко носят. Тут калибку подошли такие шорты, какие-нибудь тоже от Tommy Hilfiger синего цвета, например, или в какие-нибудь вышивка каких-нибудь корабликов. На них, знаете, у Tommy Hilfiger долго выпускали. Я что-то вот сейчас не видела шорты из такого, из хлопка, и с вышивкой маленьких таких мелких-мелких разных якорьки, кораблики, такое, знаете, типа морская такая тематика. Вот они очень любят такие шорты, и вот таким вот топом трикотажным вязаным, или с какой-то вот такой без рукава рубашкой, блузечкой такой, в общем, ботой от Tommy Hilfiger пола, вот. Но ничего такого, не оверсайз, ничего, а все вот такое, вот знаете, очень классическое и, ну, можно сказать, старомодное, но я бы сказала, что это вещь на все времена моды. Юбка была у меня четвертого размера, она мне чуть-чуть маловато, можно было и шестой, 100 долларов, 99,50. Ну, видите, как у нее хорошо так сделано, хорошо сделан пояс, аккуратно. Внизу подкладка, никогда бы я не сказала, что это полиэстер, она такая на вид, не знаю, ну, вот написано, что полиэстер, и юбка, и подкладка, ну, очень приятная, на ощупь, ткань. И тоже, видите, здесь какие-то вот эти вот деталюшки, то Tommy Hilfiger, а так вот, ну, такая обычная бассеровная юбка, очень бледненькая такая в расцветке. Топик у нас стоит 65 долларов, размер медиум, как я уже сказала, это хлопок, видите, тут тоже вот это вот все вышито. Вот здесь вот добавлены такие их цвета, которые, в принципе, снаружи не видны, но они обязательно их вот как-то вот добавляют, чтобы как бы застолбить, застолбить место. Так, в это платье я не влезла. Вот откуда у меня взялось экстра-экстра смол. Вот это платье было экстра-экстра смол. Оно было одно в магазине, видите, написано 140 долларов. Видимо, кто-то сдал, заказали на веб-сайте и сдали. Вот откуда у меня сидело 2XAS. Я, посмотревши на него вот так вот, я подумала, ну, я попробую, я отнесу его в примерочную. Ну, платье очень красивое на самом деле, но я подумала, что давайте я попробую все-таки на вид. Оно такое немаленькое, вот согласитесь, да? Но все-таки я в него не влезла даже никак, поэтому даже не буду вам показывать. А платье симпатичное, кстати, такое интересное, правда? Очень даже ничего. Свитер. У нас лето, конечно, но зима не за горами. И вообще мне захотелось его померить, потому что мне было интересно. Что он из себя представляет? Я вам сразу скажу, он очень короткий. Это размер медиум. Видите, он по ширине мне нормальный. А по длине он коротковатый. И потому что джинсы мои, видите, он не закрывает ту самую пресловутую пахную зону, которую нам нужно закрывать. Ну, не всем, но мне нужно. Вот я всегда закрываю, потому что у меня... Ну, не знаю, я закрываю, смотря в чем, конечно, я одета. Ну, так, забудем эту тему, потому что это тема, которая сейчас вызовет бурю-бурю в комментариях. Очень симпатичный свитер. Видите, здесь у него на рукавах тоже написано. Томми, томми джинс. Вот такая вот в качестве отделки. Состав его 10% шерсти, 10% альпаков, все остальное синтетика. И там есть еще такие голубые с белым. Красивая вязка, тоненький, хороший свитерок, но коротковатый. То есть, может быть, с юбкой, да. Давайте я его сейчас с юбкой померю, а то с теми джинсами прямо некрасиво. Так, вот с юбкой прямо намного лучше. Прям намного. Ну, такая длина, я не знаю. У них вообще все такие свитера короткие в основном. То есть, это их стиль, и это из 80-х, вот как они взлетели, 80-е, 90-е, так они остались вот в этом вот, в этом стиле, таком, знаете, полуприлегающий, полуспортивный такой, никакого оверсайза, никаких огромных, нет всеразмерных плеч, никаких длинных, длиннющих свитеров, а вот все вот такое вот. Вот тут у них вот такие вот все свитерочки. Да, ну, у них есть длинные, по-моему, толстовки, так, более длинные такие. Ну, тоже, наверное, надо взять экстраларш. Может быть, если бы я взяла его экстраларш, он был бы подлиннее, но это медиум, видите, экстраларш, он мне, наверное, был бы очень широкий. Может и нет. Ну, в общем, вот так. Вот такой свитерок, симпатичный. И цена ему 79,50. Странно-таки, цены на 50 кончаются. Везде цены на 99. 90, 99, а здесь на 50. Видите, какой он приятный, пшистенький. Здесь вот так вот на рукаве тоже написано Томми Джинс. Но Томми Джинс это более дешевая клинейка, кстати. Вот, тоже здесь пишет эта полоска трехцветная, трехцветная. Ну, вот, симпатичный свитерный длиной. Вот это вот такая. Да, и на него, наверное, 60% скидка сейчас от 80 в 60, это как бы там 30 с чем-то. Ну, для синтетики, ну, собственно, да, нормальная цена, ничего. Не очень дорого, но все равно, как бы. Ну, красивый. Все, дорогие девушки, вот такие у нас сегодня примерки из магазина Томми Хиллфигер. Более или менее новый для нас магазин. Я сюда редко хожу, и я вам объясню, почему. Потому что вы видели вещи, как бы, очень базовые такие, прям очень. Я люблю что-то такое вот эдакое, интересное. Можно было померить такое, знаете, чтобы было на чем глаз установить. А это все хорошие, правильные, нужные вещи. Но они, ну, скучноватые, неинтересные. Ну, как бы, ну, не знаю, может быть, я ошибаюсь. Здесь очень много еще. Это я выбрала самые-самые такие. Здесь очень много шорт, футболки, брюки. Такие очень простые, очень базовые, такие спортивные вещи. Вот, а я уж попирала что-то такое поинтереснее. Все, увидимся в следующем видео. Всем привет из Канады. С вами была ваша Дита. Люблю, целую, пока, пока, бай.